приветствую всех сегодня утром в калининграде так сказать мы начинаем наш вебинар традиционно хотелось бы узнать что вы нас слышите сейчас минуточку я запущу презентацию нашу хотелось бы услышать узнать что вы нас слышите кто нас слышит поставьте пожалуйста плюсики во вкладочку questions вот она сейчас на экране отображается мы посмотрим что все хорошо все так плюсики пошли все отлично если у вас вдруг нет звука если вы нас не видите и так далее то переподключитесь попробуйте выйти из вебинара и заново войти скорее всего все будет хорошо мы если вдруг не получится будем со своей стороны что-то пытаться сделать чтобы у вас было все нормально если вы не хотите смотреть видео хотите смотреть то что у вас на экране то вы можете уменьшить видеоролик запись традиционно обязательно будет то есть мы обязательно выложим запись после нашего вебинара эта запись традиционно попадет в саму конфигурацию нашу 1с овскую вы сможете через нее посмотреть эту запись то есть вам не нужно разыскивать ее где-то на сайтах так что мы сегодня будем рассматривать мы сегодня проведем живой мастер-класс по настройке 1с для интернет-магазина мы уже проводили такой мастер-класс но это было для версии когда не работала 16 версия новой платформы 1с битрикс в новой версии появилась возможность разделять заказы появилась возможность управлять этими заказами соответственно в новой версии нашего вебинара мы покажем вам как работать с новой версией продукта 1с битрикс как работать с разделяемыми заказами покажем что вышел новый модуль который поддерживает такую работу ну и расскажем как все это работает вебинар проведем мы я юрий волошин и александр денисюк который является разработчиком нашего модуля 1с и вообще поддерживает 1с направление нашей компании здравствуйте здравствуйте так какой планчик нашего вебинара будет мы покажем как установить новый модуль 6x версии правильно понимаю покажем как выгружать товары в интернет-магазин но на этом остановимся совсем чуть-чуть наша самая главная цель это показать новую систему управления заказами в интернет-магазине и показать как с ней взаимодействовать в рамках 1с то есть мы не будем делать упор на управление заказами внутри буса мы будем вскользь проходить покажем именно упор как эти заказы взаимодействуют с самой 1с как работать снова система управления заказов был вебинар мы его вели буквально неделю или полторы назад есть уже он в доступе то есть можно зайти на наш сайт его посмотреть кому нужно это сделать а мы покажем как теперь с этим работать в рамках 1с так но я переключаю на александра потому что он будет вести остальную часть вебинара так еще раз добрый день сейчас вам покажу как устанавливать модуль 6 версии также попутно расскажу как его обновлять если у вас была пятая версия и о них трех ошибках которые люди встречаются заходим в базу в 1с конфигуратор для ускорения для для показа я сделал уже возможность внесения изменений в эту базу я покажу где это где это делается чтобы можно было внести изменения вот делается это конфигурация поддержка настройка поддержки есть у меня уже нет возможности включения изменений потому что я уже выполнил но есть по идее удалось кнопочка чтобы возможно что внести внести возможность изменения конфигурации вот базам я дыма база то есть там никаких данных я не вносил ничего не делал просто взял установил чистую базу с дыма данными так я скачал модуль с нашего сайта давай покажем где модуль взять сейчас памяти 1с . 1с битрикс 1с . ru запущу и чуть громче просят 1с . о точно да заходи на сайт там воде нашу базу можно скачать вот на пауру который видим на экране тут есть вкладочка вот загрузить данном случае интернет магазин находится на вкладке интернет магазин в разделе интернет магазин плюс 1с и в разделе скачать есть указаны модули для каких конфигураций то есть то есть те которые релиз при готовом решении указан это значит у на этой конфигурации тестировался данный модуль и если модуль ниже или выше то не факт что он будет работать то есть нужно как бы рассмотреть и тестировать на свой страх и риск вот есть в принципе модули для россии и для украины казахстана белоруссия периодически обновляется если же мне пишут что он вышел новый релиз у те которые там любой конфигурации который который плохо не не работать с модулем последней нашей версии то вы стараясь оперативно выпустить новую версию которая уже адаптирована под новый релиз в данном случае я уже скачал шестую версию для ут 11 я буду показывать на ут 11.2 но на редакции 11.2.3.66 вот я скачал скачал zip-архив как вы видите есть версии модули не только для 11 версии есть и для 10.3 чуть чуть попозже насколько я знаю сейчас еще для унфа нет будет для унфа уже есть для всех конфигураций которые у нас есть все отлично то есть фактически все модули которые были раньше для предыдущей версии есть для современной на унф мы очень долго конечно не обновляли взяли обновили как раз под версию 1.6 так я скачал модуль его распаковал zip и если посмотреть здесь то здесь файлы установки нужно сам установить модуль в каталог где хранятся все обновления 1с и наши тоже вот но распаковал теперь заходим в конфигурация сравнение объединение конфигурации с файла потом шаблоны здесь папочка с битрикс здесь выбираем обмен сайтом есть как бы у меня много каталогов потому что тестирую на разных конфигураций для разных стран поэтому тут разный модуль поэтому мимо наш много разных папочек так убираем здесь ут 1123 вот наш модуль так сам очень частая ошибка люди когда накатывает наш модуль они не снимают в начале все флажки если же все флажки не снять начали то конфигурация эту базу динет сможет как бы нарушить потому что у нас для сохранения ссылочности переносятся все пустые справочные то есть на название с идентификаторы то есть их переносить не надо как бы нужно переносить только на объекты нашего модуля то есть мы снимаем все флажки далее нажимаем действие установить по системе из файла и указываем обмен страт магазин и ставим флажок включать объект традиционных подсистем потому что есть один общий модуль который относится к самому сам к сам по системе битрикс он общий для всех модулей так нажимаем установить если у вас у т.п. платформа 1с но свежая там 837 то у вас по система битрикс автоматически сама подставится если у вас старая то по системам битрикс мол молчание как бы не устанавливается поэтому нужно принудительно установить флажок если его ним не указать то тогда раздела битрикс в самой динески не будет еще такой момент если же еще такой момент если вы делаете накатывание на старый модуль то есть у вас была версия вообще как бы лучше шестую версию накатывать на последнюю которая была пятая версия когда вы накатываете то в принципе выполнять те же самые операции точь-в-точь вот единственная разница если у вас более старая версия хотите на другую старую версию то возможно вам придется указывать саму по систему битрикс потому что с четвертой на пятой версии у нас были изменения какие интерфейсы и за и нужно было их перенести как бы они были привязаны к разделу битрикс и нужно было тоже обновлять а так все то же самое вот а если ну вот мы все выполняем если у вас такая возникла такое окошко тоже частая ошибка люди нажимают пометь нажимают пометить все для объединения не нужно помечать все на беде не если пометь все на объединение то эти справочники также будут обновлены и тогда вас тоже это также может быть немножко может быть испорчена база 1с поэтому есть нужно нажимать кнопку продолжить вот сейчас у нас кататься модуль так мы в конфигурацию внесли сейчас обновляем базу данных еще встречал такой момент что такую ошибку клиентов пару раз что при накатывании шестой версии становилось два предопределенных узла обмена в нашем плане обмена как решить эту проблему точно не любую не знаю но если на что как как что помогает это удаление нашего плана обмена узла обмена и потом заново его переустановка вот в этом плане данные там исчезают и становится к один предупределенный плана узел обмена вообще как бы ей думаю в дальнейшем нужно как-то если немножко переделать механизм определение предупределенного узла чтобы не было такой ошибки так пока обновляется вопросы на вопросики клиентам поотвечал кто смотрит вебинар основной вопрос будет ли запись еще раз повторюсь запись обязательно будет она будет доступна в рамках нашего модуля мы сейчас когда модуль накатится покажем прям внутри конфигурации как где посмотреть вебинары нашим не торопись не нажимаем кнопочку расскажешь что такое и еще один вопрос просят погромче и помедленнее все хорошо да все у нас база на книг тропе явился теперь нужно подтвердить изменения в структуре конфигурации базы мы принимаем и сейчас тут пристроение происходит вот так но по 10 операция происходит быстро так все она произошла вот так что база демо база база небольшая поэтому все выполняется быстро но теперь запускаем один из комборта мы закрываем так вот открылась конференция открылась сама база 1с у т слева видно то что появился раздел 1с битрикс как раз таки в этом разделе находится наш модуль и все операции которые можно делать по поводу вебинаров чтобы посмотреть есть как раз ки пункт посмотрите вебинары по интеграции 1с при нажатии его открывается браузер google страничка где показаны все вебинары по 1с которые проводятся есть принципе они вроде как или все или почти все вебинары которые проводились по по части 1с но все уникальные мы обычно повторяющиеся вебинары не не они показывали все что уникально мы старались выкладывать на эту страничку также здесь можно посмотреть документацию если какая-то там информация важная посмотреть версию модуля вот тут ползать функционал там модификаторы посмотреть это можно в документации почитать просто как бы хочется не застрелить внимание немножко на другом поэтому так картинки файла но функционал импорт товаров сайта но настройки сейчас мы модуль установили и давайте настрой сделаем настройку выгрузим товары для этого нам нужно создать новый узел обмена еще кстати замечал такой момент что очень много людей делают в одном узле и обмен товаров и обмен заказов на самом деле это неправильно потому что заказы должны как очень часто в большинстве случаев подавляющим заказы должны как бы актуальность данных заказов много выше чем актуальность обновления там товаров поэтому лучше их разделить чтобы заказы выгружать допустим в одно время с интервалом товары в другое время в этом случае не нагружается самым как сам как как сайт так и и сама 1с в крайнем случае можно разбить и выгрузку товара чтобы товар влез в одно время от цены угрожались другое время остатки в третье время в данном случае это тоже при тонкой настройке всей этой штуки можно очень сэкономить ресурсы серверов серверов так назовем его так мы будем гулять мы на сайт так адрес сайта у нас такой орта можно писать порой да конечно сейчас мы укажем каталог лога он тоже обязательный для заполнения сейчас проем соединение как не удалось походу металл по русски написано давай сейчас по-русски поправимся теперь все успешно так это настолько нас будет выгружать только товары и гулять нас будет только изменения настройку мы только создали у нас придет полная выброска принудительных в том числе со всеми картинками со всем определяется это то что новое но то есть новое или не новое выгружать полностью все или только изменения по флажку он хранится здесь выполнять полную выгрузку принудительно при создании узла обмена он флажок ставится после первого удачного обмена флажок снимается тогда будет только обмен изменения давай сразу пока мы здесь находимся сразу небольшие ответы на вопросы сделаем валерий спрашивает чем отличается полная выгрузка от частичных смотрите при полной выгрузки бежать и все все информации все товары вот все товары все заказы но все свойства а при частичные выгружается только те изменения те данные которые изменяли в самой базе dns то есть у вас выгружается 10 тысяч товаров но у вас изменилась товар вы выгрузили потом у вас изменилась цена на 100 товаров при полной выгрузке высо 5 выгрузится 10 тысяч товаров, при частичном у вас выгрузится только эти 100 товаров. И изменится информация по той информации, которая изменилась. А на случай при выгрузке частичной у вас обмен будет происходить намного быстрее и нагрузка на севера будет намного меньше. Ну и сразу, чтобы снять нагрузку и не гонять лишнюю информацию, обязательно включайте внутри обмена пакетный режим работы. Обязательно разделяйте, как сказал уже Александр, выгрузки на несколько блоков. Выгружайте отдельно заказы, выгружайте отдельно товары, выгружайте отдельно цены и так далее. Разделяйте это на определенные кусочки, потому что у вас никогда информация вся одновременно не изменяется внутри вашего магазина. Вы, скорее всего, меняете ли цены, или занимаетесь приходами нового товара, или у вас какие-то заказы идут, обмены. Соответственно, время и скорость этих обменов различная. Вы, например, цены можете обновлять раз в сутки или еще реже, приход у вас еще реже. То есть, соответственно, в зависимости от скорости вашей работы, вы можете настраивать узлы, ставить им расписание, чтобы не было такого, что лишняя нагрузка на ваш сервер, что хостер жалуется на вас, что вы нагружаете ваш сервер и так далее. То есть, старайтесь разделить обмен, и тогда он будет быстрым и менее нагружаемым вашу машину. Дальше идем. Так, ну, в данном случае, как бы мы настроили, а, сохраним только путь. Так, запишем. Теперь откроем этот сайт и посмотрим настройки. Так, веди еще раз. Да, легко. Сохраним бы его, этот, кажется, не угадал. Угадал. Так, зашли, смотрим настройки. Так, смотрим флажок. Загружать торговые предложения характеристики в отдельный инфоблок. Если у вас в базе DNS ведутся характеристики по товару, то тогда этот флажок нужно ставить. Это нужно для того, чтобы эти характеристики, они хранились в другом инфоблоке и можно было с ними работать. В данном случае у нас демобаза, у нас там есть раздел обувь, который ведется по характеристикам, поэтому флажок мы здесь поставим. Так, зайдем в заказы. Здесь есть флажок создавать новые заказы, контрагенты из 1С. То есть, если этот флажок стоит, то тогда у нас из 1С выгружаются офлайн заказы. То есть, это те заказы, которые были созданы в 1С. Некоторым нужна эта информация для различных бизнес-процессов. То же самое с контрагентами, контрагентов выгружать. Тут много интересного, из нового. Есть флажок «Менять статусы заказов по информации из 1С». Если этот флажок будет стоять, то тогда статусы заказов на бус будут меняться по статусам заказов из 1С. То есть, у 1С-ки мы поменяли статусы заказа, их там три определенных. И в бусе-то там тоже поменяется. Этот флажок очень просили, но у этого флажка есть очень опасная функция. То есть, могут возникать коллизии. Соответственно, когда вы включаете этот флажок, будьте внимательными и не пытайтесь менять заказы в обоих подсистемах. Потому что смена заказов в одной из подсистем перетрет следующим изменением в другой подсистеме. Соответственно, если вы ставите эту галочку, то считаем, что статусы заказов изменяться могут на стороне 1С. И на стороне буса руками желательно статусы никакие не менять. Иначе могут произойти коллизии, и данные будут просто перетираться. Еще одна интересная настройка – это заменять валюту при выгрузке в 1С предприятия. При загрузке заказа валюта ищется по наименованию. В данном случае по этому, по рук. Если у вас валюта будет называться рубля по-другому, то тогда у вас валюта не найдется и поставится та, которая задана в настройках константах. Там будет вроде бы валюта управленческого учета, ну или регион телевона, я точно не помню. Пока не убежали про статусы. Менять статусы заказов работает 10.3. 10.3 не работает, потому что в Т10.3 нет статусов. Все, мы ответили на вопрос. Где люди спрашивают, может быть, когда мы делаем дополнительный функционал специально для работы с заказами, для этих статусов. Но это же будет настройка уже внутри. Эта настройка такая же, как мы сделали с картинками для характеристик. Так, если не изменять память, то именно как раз в 16-ом релизе сделали два флажка. Создавать новые документы оплаты из 1С и создавать новые документы доставки из 1С. Это как раз таки о вопросе в том, что в новой системе сайта появилась возможность разделять заказы. И вот пока мы не ушли далеко, давай я все-таки, наверное, в отдельной вкладочке покажу у тебя или у себя, чтобы мне было удобнее. У себя. Давай я переключу на себя. Давайте я немножко вам покажу, какие изменения произошли в нашей платформе. Вот новая система заказов. Это стоит новая платформа. Как понять, что у вас стоит новая платформа 16-й версии? В разделе магазин, в разделе заказы у вас появляются как бы две новые вкладочки. Это оплата и отгрузки. То есть заказы теперь содержатся не в одном документе, а разделены на несколько документов. Когда вы работаете с обычными заказами или создаете заказ, для вас ничего не меняется. То есть при создании заказа автоматически будут созданы вот эти дополнительные документы, и для вас как бы ничего не изменилось. Вы спокойно обрабатываете эти заказы и все делаете. Но если требуется какое-то разделение заказа, то есть давайте какой-нибудь простенький заказ набросаем, чтобы понять, что это такое. Вот, предположим, пришел от клиента заказ на два товара, по пять штучек. Так, ну я не знаю, давай какого-нибудь стандартного админа поставим. Все заполнено. Службу доставки, ну пусть будет у нас без доставки. Оплата, пусть Яндекс деньгами. Ну и сохраняем заказ. Вот, поступил стандартный заказ. Если теперь войти на просмотр заказа, мы увидим, что заказ состоит из нескольких документов. То есть вот стандартный наш заказ, а вот здесь как бы есть вкрапление отгрузки. То есть сразу внутри заказа мы видим один документ отгрузки, в который попадают все товары, которые автоматически клиент заказал. То есть вот эти вот заказы и оплаты, вот она оплата, кусочек документа, он в рамках заказа сразу же создается и сразу же добавляется. Но если вам нужно, например, разделить заказ или сделать какие-то изменения по заказу, вы можете удалить отгрузку, пока не было никаких проведений, вы не закрывали заказы и не делали отгрузку. И создать отгрузку, например, на частичную отгрузку. Если у вас, например, вместо пяти штук товара есть оба по два, вы можете создать их, вы можете выбрать доставку тем способом, которым удобно. И все. В рамках этого заказа создается заказ на отгрузку по два товара. Настало время, пришел товар, которого не доставало, вы создаете еще одну отгрузку и можете указывать количество товара. Другую службой доставки уже можете указывать, то есть там был курьер, здесь будет, например, самовывоз и также сохранять заказ. И вот в рамках заказа мы видим, что есть отгрузка 1 и отгрузка 2. То есть отгрузочки можно теперь разделять. И вот эти галочки, которые показывал Александр, они отвечают за вот это вот разделение заказов и дают возможность... Я на тебя переключаюсь. Так. Дают возможность как раз-таки... Все, переключилось. Дают возможность как раз-таки разделять заказ и создавать новые документы оплаты из 1С. То есть вы также можете, как я сейчас разделил заказ внутри 1С сайта, грубо говоря, вашего интернет-магазина. Вы можете то же самое разделение делать на стороне 1С. Если эти галочки стоят, эти документы, которые там создаются и которые разделяются, автоматически попадут к нам внутрь вашего интернет-магазина. Так. Еще такой момент тоже. Очень многие делают ошибки. Это связано с функционалом экспорта товаров с сайта. Я вот кратенько скажу. Очень многие в настройке не делают настройку экспорт-каталогом. Здесь есть настройка, называется количество элементов, выгружаемых за один шаг. По умолчанию всегда настройке стоит единица. На самом деле, это не совсем корректно, потому что если у вас, например, 5000 товаров, ну грубо, то у вас будет по одному товару выполняться запрос. В данном случае, если вы делаете экспорт, то ставьте количество больше. Скажем так, это не корректно. Это настройка сделана для небольших магазинов, где не такое большое количество товаров, и она, в принципе, наверное, устраивает эти магазины. Или желательно его увеличить? Желательно его увеличить, хотя бы до 100, потому что по одному товару, если, например, несколько тысяч товаров, то тогда обмен будет выполнять, экспорт будет выполняться. Только чтобы эти товары загрузить в XML, чтобы они пришли в один эскор. Это может быть там пару часов. Если поставить, например, 100, то будет 100 раз быстрее. Так, давай пометим сразу это и исправим. Увеличить число товаров. Может, сколько раз я замечал, когда я спрашивал именно по экспорту товаров сайтов. У всех стоит единица и очень долго выполняется все. Хоть это и разовая операция, но экспорт каталога – это не такая простая задача, на самом деле. Потому что, как правило, при начале загружается не так. Нужно немножко про это товары изменять название товаров на сайте, чтобы они корректно выживались. Поэтому это много раз выполняется на чистую базу. Но это операция единительная, как бы разовая. То есть нужно, если вы раньше работали с магазином, купили один эскор, нужно товары перенести в один эскор. Вот именно это экспорт товаров и для этого и нужен. Так, настройки мы сделали. Теперь мы выгрузим товары. Посмотрим еще в товарах сами настройки. У нас выгрузится в один инфоблок, основной каталог товаров называется. Есть у него идентификатор каталога. Если вы хотите, чтобы информация, эти товары выгрузить в какой-то свой инфоблок, который уже создан в бусе, то указывайте идентификатор, созданного в бусе, уже созданного в бусе. Пока далеко не ушли. Дмитрий спрашивает. Не совсем понятно, что значит выгружать всю информацию по товарам. Смотрите, в данном случае, если вы выгружаете обмен только изменений, у нас изменения регистрируются, как бы, у нас важные ключевые данные – это товары. Изменения у нас идут под товаром. Если вы делаете обмен в режиме изменений, то вам нужно выгружать, как бы, выгружать не только, там, допустим, цены, но еще нужно выгружать цены, остатки и сами товары. Потому что если вы будете выгружать только, допустим, цены в режиме изменений, то у вас цены выгрузятся новые, актуальные, но пометка, то, что товары изменены, она затрется. Потому что, как бы, у нас не регистрируется, что нужно, там, у разной сущности. То есть, для оптимизации у нас нет такой, допустим, таблицы, по которой будет указано, что этот товар был изменен, у него выгрузились такие-то массивы данных, а такие-то не выгрузились. Поэтому, если вы делаете режим изменений, то желательно, как бы, кстати, выгружать или все, или очень аккуратно. Значит, что делать, например, утром полную, а днем выгружать только, допустим, цены, каждый, там, ну, обмен, выгружать цены каждые 15 минут. Тогда, в принципе, ошибки не будет. Ну, а так, если вы хотите, чтобы делать один настройка, выгружать всю информацию по товарам, то лучше в режиме изменений, то лучше выгружать, конечно, всю информацию. То есть, в любом случае, изменения происходят, там, как бы, товаров, там, не тысячи, выполняется все это очень-очень быстро. И по ходу, сюда же вопрос, при выгрузке изменений считаются только изменения в 1С или изменения в бус тоже? При выгрузке куда? Предположим, при выгрузке из 1С внутрь буса. Из 1С в бус товары, ну, смотрите, там есть такая версия, в бус, есть компания, как версионность. Вот, бус проверяет, там, изменился этот товар или не изменился в 1С. Это актуально для полной выгрузки. Если товар, как бы, версии такая же, то тогда товар на сайте не изменится. Если версия изменилась, то товар на сайте будет обновляться. Но у нас в обратную сторону же товары из буса не выгружаются, поэтому как-то самого регистрация изменений в стороне буса, он не нужен. Вот для заказов такая штука реализована, потому что заказы у нас идут в обе стороны. Ну, потому что заказы могут создаваться и на той, и на той стороне. Считаем, что при синхронизации 1С и сайта выгрузка товарных данных происходит только в одну сторону. Соответственно, здесь можно делать как бы двоякую схему. Если вы, например, полностью управляете системой обмена и работаете с сайтом с 1С, то вы даже название товаров, описание товаров, картинки товаров храните в рамках 1С. Но эта схема увеличивает немножко объем данных, которые гоняются между системами. Вы можете в 1С хранить только просто название товаров, то есть не вносить туда никакую информацию по описаниям и картинкам, но тогда вам нужно будет эту информацию вносить, получается, на сайте. Оно не перетрется при записи этой информации на сайт. У нас некоторая информация, кстати, может перетереться, а некоторые не перетереться. Нужно как бы проверять. Но это по свойствам перетирается. Описание, насколько я понимаю, их не затрагивает. Ну, смотрите, если же что-то там будет затираться, напишите на сайте или в чеке, пишите и тогда поправим этот кейс. Окей. Идем дальше. Так, еще раз. Если у вас есть инфоблок, который создали ранее, хотите туда, чтобы выгружалось, то тогда нужно указывать идентификатор каталога, который был создан в бусе. Так, ну, по товарам здесь я настраивать не буду, подробно рассказывать тоже особо не буду. Так, ну, так вот по свойствам. Мы не будем рассказывать, потому что у нас уже были вебинары, где мы подробно останавливались, как выгружать товары, а наша задача сейчас скорее разобраться с новой схемой работы с заказами. Есть такой момент по свойствам. Я сделаю так, чтобы выгружались только те свойства, которые у нас используются. У нас выгружаются все товары, и поэтому при нажатии на этой кнопке у нас происходит алгоритм, проверяется, если есть хоть в одном товаре выгружаемого свойства, то да, это свойство будет выгружаться. В данном случае у нас, ну, вот, здесь нет флажок, те свойства у нас выгружаются. Так, и сейчас в общих настройках мы настроим отборы. Сделаем отбор по складам, чтобы у нас, по умолчанию у нас будут выгружаться все склады, вот, поэтому, как бы, нам не нужно все склады выгружать. Выгрузим склад только, ну, центральный, и остатки у товаров будут по этому складу. Тоже, кстати, многие спрашивают, есть свой отбор по свойствам. Этот отбор не ограничивает товары по свойствам, этот свойств ограничивает сами свойства. То есть, если у вас, например, 100 свойств, вы хотите выгружать только 20 свойств, то укажите здесь отбор те свойства, которые должны выгружаться, и тогда и для товаров, и для предложений будут выгружаться только те свойства, которые удовлетворяют этому условию. Так, отбор по соглашению – это, как раз таки, отбор по видам цен. Если посмотреть, какие есть здесь, вот укажем продажу в розницу. Так, соглашение – это типовое, может здесь указываться только типовое, но такой момент. Соглашение должно быть правильно настроено. То есть, во-первых, у соглашения не должен быть стоять сегмент клиентов. То есть, оно как бы не для определенных категорий клиентов, а должно быть для всех. Оно должно быть действующее, у него должна стоять вид цен. И еще у него должен стоять флажок выгрузки его на сайт. В данном случае у нас оно сейчас не стоит нигде. Не стоит оно потому, что у нас не стоит флажок, что у нас производится обмен сайта. Сейчас мы запишемся. Вот. Сам флажок находится вот здесь вот. Администрирование, настройка синхронизации данных и здесь синхронизация и обмен данными. Здесь есть флажок – обмен данными сайтом. Ставим этот флажок и тогда у нас появится флажок в типовых соглашениях. Сейчас он подумает. Надборы сохранились, но надо, чтобы проще так зайти. Так. И появился флажок «Доступно для обмена с сайтом». Когда он здесь стоит, то в принципе у нас уже это типовое соглашение, оно уже правильно настроено. И все работает. Так. Ну, выполним обмен данных. Так. Пока выполняется, можно вопросы подключить. Спрашивают. Если настроены два узла обмена, и один из которых выгружает какую-то одну информацию, другой выгружает другую информацию. При одновременном выполнении каких-то обменов возникают ошибки. Да, возникают. Поэтому нужно как бы тоже настроить. У нас же есть обмен по расписанию, просто настроить так, чтобы они не пересекались. То есть нельзя ни в коем случае, чтобы обмены шли одновременно. Потому что иначе непонятно, как обменивать, обновлять информацию. Соответственно, должен один обмен завершиться, а второй начаться. Нужно отдавать какое-то время, знать, сколько времени занимает каждый конкретный обмен, и давать промежуток небольшой, чтобы они успели завершиться. Вообще, хотелось бы, конечно, от этого избавиться. Ну, чтобы от этого избавиться, здесь достаточно сложная будет работа, чтобы от этого избавиться. Надо, чтобы она умела параллельно это делать. Да. Можно ли из 1С выгружать товары без характеристик в торговые предложения на сайте? Ну, смотри, в данном случае, товар может быть простым, может быть сложным. Если у него нет характеристик, то он простой. И этот товар сам является торговым предложением. А если сложным, то торговым предложением является его торговое предложение, которое находится в другом инфоблоке. Вроде как так работает все. А что за документы доставки в 1С? Это не документы доставки. Документы доставки называются они на стороне буса. А соответствие документов внутри 1С – это реализация? Правильно? Да. Так. Чем отбор по свойствам отличает от установки галочки во вкладке свойства? Ничем. Просто там тонкая. И если у вас свойств очень-очень много, то... Как бы... Это наклад. А, еще такой момент, что если у вас, к примеру, в одной настройке сразу несколько инфоблоков стоит, то тогда эти галочки, которые по свойствам, не всегда корректны, потому что они сразу для всех инфоблоков идут. А в данном случае конкретный отбор для конкретных инфоблоков. Ну и вопрос. Новый модуль интеграции работает ли с битриксом 15-й версии? Если даже он заработает у вас на 15-й версии, нет большого смысла его использовать. Шестая версия модуля именно предназначается для работы с 16-й версией 1С битрикс. Вообще она может работать, она работает. Единственный момент, то что со статусами заказа возникают проблемы, потому что они немножко по-другому работают. То есть там статус оплачен и там доставка разрешена, отгружен. Вот. Там, конечно, из-за динамски выгружается все корректно, вся эта информация. То есть там статус выгружается, я это оставил. Хоть, конечно, немножко замедляет обмен. Но в самом бус уже как бы может их обрабатывать неправильно. Потому что там уже по-другому логика работает. Там доставки по-другому. Из-за документов доставок оплаты, из-за документов оплаты. Поэтому там уже могут возникнуть проблемы. Ну, то есть лучше переход на 6 версию предусматривает тогда, когда вы перейдете на 16 версию платформы. То есть когда платформа полностью выйдет уже из бета-версии и будет доступна всем клиентам, и вы сможете спокойно перейти на эту платформу и конвертировать ваш магазин на новую платформу, то тогда вам нужно будет перейти и внутри 1С обязательно на новый модуль. Пока вы не сделали переход на 16 версию, большого смысла переходить на новый модуль 6 версии нет. Он немножко даже замедлит обмен. Просто как бы разница шестого модуля от пятого, основная фича, это как раз-таки разделение заказов, отгрузки и оплаты. Если же вы используете пятнадцатую версию, то как бы там этого нет, и поэтому функционал нового получается вам не нужен. Единственное, что у нас шестой версии там спрятаны некоторые ошибки, но как бы их не так уж и много. При обмене из 1С некоторые картинки не выгружаются на сайт. Нужно смотреть, картинка у нас выгружается только один раз. То есть они выгрузились, и после этого они выгружаются только или когда их изменят, или потом только новые картинки. То есть если у вас по каким-то причинам не выгружаются картинки, может быть, что они там не дошли, или кто-то их там затер, то вы можете зайти в настройку обмена и нажать кнопку «Принудительная выгрузка картинок». И тогда у вас выполнится полный, не полный обмен, у вас выполнится обмен в зависимости от настройки полной выгрузки и выгружать только изменения, но выгрузятся все картинки данных товаров, и тогда у вас опять вся информация появится. Кстати, такая ситуация может быть, тоже, кстати, часто такая ошибка. Люди создают себе настройку обмена, выгружают данные на тестовый сайт, картинки появляются. Потом они тестовый сайт делают реально на другом адресе, он, конечно, пустой будет. Указывают в этой же настройке обмена новый сайт, и картинки уже не выгружаются, потому что модуль обмена думает, что картинки уже были выгружены ранее. Для этого нужно выполнять или принудительную полную выгрузку, или ставить флажок «Выполнять полную выгрузку принудительную». Тогда у вас снова следующий обмен, в следующий обмен будет полная информация, и если обмен положительный, то флажок-то снимется, и потом только опять будет, в зависимости от настройки. Вот. Так. Так, у нас товары появились. Смотрим, что у нас на сайте. Если посмотреть, то у нас создалось два инфоблока. Один с товарами, другой с предложениями товаров. Вот. Теперь... Что мы сделаем? Ну, теперь создадим заказ. Ну, давай я создам заказ. Давай, давай. Ты пока что-нибудь можешь рассказать еще интересного по выгрузке, а я тебе сделаю заказик, как будто клиент заказал. 16-й версии также, ну, по настройкам в 16-й версии немножко изменили профили обмена. Вот. Если посмотреть, то здесь уже он немножко по-другому заполняется. То есть, ну, на самом деле, немножко упростили у него. То есть, для заказов выказывается, какие... Ну, то есть, по заказам приходит контрагент, и какая-то информация выгружается в его электронный адрес, у него выгружается, там, его просто адрес, там, если это физическое лицо, там, фамилия, имя, отчество. И это все здесь настраивается. Что, откуда берется. Ну, также еще здесь дополнительные свойства задаются. Готов. Заказик я сделал. Заказ сделал. Так. Парел сделал. Ты на меня-то перекинь. Я на себя не забирал фокус. А, ты забирал. Все. Смотрим. Да, вот заказы у нас есть. Теперь мы сделаем настройку обмена документов. Так, мы его скопируем, чтобы заново не вводить пароль. Так, настройка у нас здесь все есть. Назовем ее. У нас стоит флажок обмена документами. Заходим сюда. Смотрим, что у нас здесь есть. Здесь, я думаю, нужно поподробнее остановиться. Так, есть пункт, как точка актуальности выгрузки. Все документы ниже этой точки, независимо из того, изменялись они, не изменялись они, выгружаться уже не будет. Если, допустим, вы ведете, у вас обмен сайта с 1С уже много лет, то по текущей схеме, если вы выполните полную выгрузку, то у вас выгрузятся все заказы, которые пришли. И если у вас база очень большая, то у вас от обмена не выполнится никогда, потому что встречал очень дикие случаи. А с данной настройкой, это означает то, что при полной выгрузке были все только те заказы, ну вообще все документы, в данном случае у нас не только заказы сейчас, которые до, то есть все заказы до этой точки актуальности. В данном случае точка актуальности у меня стоит 1 февраля. Есть еще флажки выгружать отгрузки и выгружать оплаты. Если ставятся эти флажки, то тогда из 1С будут выгружаться отгрузки и оплаты, в том числе и те, которые были созданы в 1С. То есть эти отгрузки и оплаты могут прийти первоначально из сайта в 1С вместе с заказом, а могут быть на основании заказа, сделанные в 1С и потом выгрузены на сайт. А выгрузка оффлайн документа, это означает, что будут выгружаться оффлайн документы, которые были созданы в 1С, в том числе и никак не связаны вообще были с сайтом. То есть если мы сделали отгрузку на основании заказа, а заказ был сделан на сайте, а отгрузка сделана в 1С, то эта отгрузка не считается оффлайн отгрузкой, потому что у нее владельцем ее документализации заказ, который сделан на сайте. В данном случае у нас в первом кейсе вроде бы как обмен заказами, пока выгружать и загружать мы не будем. Это следующий, покажем вариант. То же самое с загрузкой, отгрузкой и загрузкой оплат. Если флажки эти не стоят, то тогда и заказы, и отгрузки, ой, оплаты и отгрузки загружаться в 1С не будет. То есть если, допустим, хотите работать с 15-м бусе, с 6-й версией, то флажки, выгрузки, отгрузки и оплаты и загрузки стоять не должны. Флажок «не редактировать документы» означает, что если у вас заказ ранее выгрузился уже на сайт, то при повторном выгрузке этого заказа с сайта он не будет изменен. Но вот эта хитрая штука, она работает только в связке, в связке не редактировать документы. То есть смысл такой, если у вас на сайте есть скидка, то есть у вас первоначальная цена, допустим, на товар 1000 рублей пришел, а в 1С он попал на 800 рублей. То по алгоритму настройки модуля-модуля обмена, то есть там приходит же цена первоначальная и итоговая, и он начинает сверять, начинает высчитывать самый процент скидки. То есть он смотрит, было 1000, стало 800, значит 20%. И тогда он эту 20% скидки поставит как ручную скидку. Но если этот заказ повторно выгрузится в бус, то тогда в бусе возникнут проблемы, потому что заказы, цена будет выгрузиться как 800 рублей. Применяются повторные скидки. Да, применяются повторные скидки, и тогда вообще цена будет гулять. Поэтому это очень опасная галочка. То есть кому-то надо такая штука, могут использовать, но очень аккуратно. Это сразу как раз к вопросу Артемия по возможности организации двунаправленной репликации буса и 1С. Это априори невозможно, потому что информация совершенно разная. На стороне буса намного сложнее делаются схемы скидок и так далее. И, соответственно, невозможно сделать в чистом виде, сделать обмен данных двунаправленным. При любых обменах двунаправленных какая-то информация будет перетираться в другой подсистемы. Вы выгрузили скидки из сайта в 1С, как сказал Александр, то появится скидка. Но если вы теперь этот товар выгрузите обратно в бус, товар придет уже по цене без скидки. Соответственно, скидки будут перетерты и заново назначены на стороне сайта. Соответственно, товар, возвращаясь в 1С, опять получит скидку. И так до бесконечности, пока товар не дойдет до нуля или пока скидка не будет отражаться на этом. Поэтому будьте аккуратны при любом обмене. Всегда считайте, что любое изменение желательно делать на одной из сторон. Если вы работаете в 1С, то желательно какие-то изменения делать на стороне 1С. Я, конечно, согласен. Делать уже на двухнаправленный обмен. Это правильно. К этому нужно двигаться. Но проблема в том, что сейчас какая-нибудь преткновение – это скидки. И не только скидки. Ну, основная причина, если посмотреть заказы, то сюда гонять, основной косяк – это сейчас только скидки. Потому что у нас работает сейчас только кейс, когда цена уже приходит в 1С уже с учетом скидки. Это ты все-таки рассматриваешь условия, когда выгрузка идет последовательно. То есть я изменил, к тебе отправил, ты изменил, и я ко мне отправил. Представь ситуацию, когда я и ты изменил документ, и мы оба запустили схему обмена. Соответственно, нужно делать, когда будет какую-то систему мерджа, ну, то есть как-то сличить эти документы и выбрать вариант, какого из документов правильно, или как-то их собрать вместе. Нет, это слишком сложный вариант. Это просто как бы там просто будет что-то главное, а что-то нет. У нас, например, в обмине всегда сначала загружаются заказы сайта, а потом у нас выгружаются. Все верно. У нас всегда главный бус фактически. Соответственно, при выгрузке любого заказа мы сначала берем изменения, которые сделал бус. Но вот ситуация, когда и я, и ты можем что-то изменить при большом количестве сотрудников внутри компании, это очень частое будет изменение. Поэтому это самое сложное, что есть в таком двухстороннем обмении. Так, еще из настроек здесь есть отборы. В данном случае у нас тут отборы есть по заказам, отгрузкам и оплатам. То есть по этим отборам можно настроить, указать, по каким критериям должны выгружаться документы в бус. То есть, допустим, у вас есть одна база DNS, в этой базе DNS там три организации и три сайта. И каждая организация выгружает информацию на свой сайт. В данном случае вы можете по этим отборам настроить так, чтобы на каждый сайт выгружались только те заказы, которые принадлежат определенной организации. В данном случае иногда это будет очень удобно. Так, по дополнительным настройкам здесь указывается вид номенклатуры товара и услуга для новых, ну, из такого важного, для новых товаров. Например, у нас может быть такая ситуация, что приходит заказ с товаром, которого нет в 1С. В данном случае мы не можем товар игнорировать, мы этот товар создаем в 1С, чтобы он не потерялся в заказе. И в товаре очень важная информация – это вид номенклатуры. И как раз таки этот вид номенклатуры подставляется в созданный товар. Ну, и группа, в которой хранятся эти товары. Также настройка причины отмены заказа – это настройка, которая будет ставиться, если заказ отменен в 8, что ставится в 1С. Так, предпределяемые значения. То есть, есть такая настройка. Если у нас… Некоторым требуется, что если клиент физическое лицо, то не нужно создавать в 1С его контрагент. Потому что физических лиц может быть очень-очень много, они не нужны, а клиент хочет, чтобы был один партнер-контрагент физическое лицо, и оно все равно поставлялось в бус. В данном случае нужно поставить сюда, указать этого контрагента, указать соглашение, которое нужно поставляться. И тогда, если контрагент физическое лицо, будет всегда поставляться этот контрагент, а не создаваться новым. Так. То есть, это любое физическое лицо, которое придет с сайта, даже если у него есть идентификация, ну, то есть, есть фамилия, имя, оно все равно будет создано как одно и то же. Оно не будет создано, а просто подставится из этих настроек, чтобы не создавалось новое. Все понятно. Многим это надо, кстати. Вот. Так. А сейчас, так как у нас с вами будем показывать, сейчас загрузим, делаем настройку соответствия статуса заказа. Загружаем их с сайта. У нас на сайте их три. И теперь поставим, что, какой из них к чему относятся. И также сделаем заодно по платежным кассам. В данном случае все ставить не будем. Так. Снимаем кассу для Яндекс.Деньги. Ну, это по платежной системе. Так. Еще есть вкладка на настройку загрузки контрагентов. Здесь настраивается, то есть, у нас вместе с заказом приходят контрагенты. Вот. И здесь мы настраиваем, как эти контрагенты должны заполняться, способ идентификации его, как физические лица, там, нужно ли редактировать их. То есть, как будто все то же самое делось. Ну, и подробно здесь останавливаться не буду. Пусть все будет там, как стоит. Так. Все. Сделали. Сейчас, по идее, у нас должны загрузиться только заказы. Так. Посмотрим, что у нас получилось. Посмотреть, то у нас пришел заказ, и он... А, кстати. Он пришел, но... У нас он пришел не в красивом виде, потому что мы не настроили, какая организация должна подставляться, какая там операция. Давайте сейчас настроим. Заходим в заказ клиентов. Предыдущий вебинар и предыдущий вебинар. Я, подобно, рассказывал, как здесь настраивать, плюс тонко настраивать, чтобы данные могли браться из свойств заказов. Чтоб там организация поставлялась по данным из сайта, там, и все остальное. В данном случае, я всем показывать это не будем. Вы можете посмотреть предыдущий вебинар. А просто настроим, чтобы данные поставлялись. Пока Александр настраивает, я немножко сделаю ремарочку такую. Вы, когда пишете вопросы, пожалуйста, особенно если это продолжение какого-то первого вопроса, ссылайтесь или как-то пишите первые вопросы, дополняйте новыми данными. Потому что внутри системы вебинаров очень такая неудобная схема вопрос-ответа. Я не вижу предыдущий вопрос, и он просто как бы заменяется кучей вопросов от других людей. Соответственно, я не вижу связи между вот этим вопросом и еще одним вопросом, который был как бы... Вы задали вопрос, я задал вам вопрос в обратную сторону, вы мне что-то подсказали по этому вопросу, но без связки. То есть там может быть одно-два слова, и я уже не вижу никакой связи с тем, что бы задавалось ранее. То есть они никак комментарии не помечают. Очень тяжело понимать на некоторые вопросы, что же вы задаете. Поэтому старайтесь транслировать предыдущий диалог внутри вопроса, иначе это будет очень тяжело понимать. Предлагают поменять систему вебинаров. К сожалению, это единственный, наверное, сервис, который выдерживает нашу нагрузку. У нас есть вебинаров, на которых присутствуют от нескольких тысяч до прям серьезных нескольких тысяч людей. Наш вебинар сегодня 600 с лишним человек, поэтому тяжело поменять систему вебинаров. Не каждая система справляется с нашей нагрузкой. И у нас вебинары идут тем более постоянно. Так, ну, настройки я сделал, теперь нужно сделать так, чтобы заказ повторно выгрузился. Для этого недостаточно его просто пересохранить. Нужно внести в него изменения. Ну, внесем в комментарии. Изменения. Так, теперь он должен выгрузиться повторно. И он, по идее, должен, как бы, уже красиво быть красивым. Так, заказ у нас. Ну-ка. Посмотрим, что у нас. Так, у нас поставился и склад, и торговая, и организация, соглашение. Единственный момент, что... А, есть такой момент. Отличие в... Ну, как бы сумма поменялась. И валюта, кстати, не нашлась. Потому что, скорее всего, у меня рубли называется по-другому, не рубль. Сейчас я это поменяю. Еще такой момент. Что-то появилось в 16-й версии. В 16-й версии могут поставиться автоматические скидки. Если раньше у нас не поставлялись, то сейчас они уже поставляются. То есть, как получается, то, что... Есть скидки ручные, когда конкретно для клиента можно поставить определенную скидку. А есть автоматические, когда она рассчитывается автоматически по... Ну, по алгоритму скидок в 1С, в данном случае, в данном случае, и для конкретного... Соглашения стоят скидки 5-процентные для... Вообще для всех, похоже. А не для... У нас с вентиляторами на том... Ну, для этого вентилятора у нас стоит скидка. То есть, там, для группы... Наверное, для группы бытовой техники. Скидка 5-процентная, поэтому поставилась 5-процентная скидка. А в Boost у нас этой скидки нет. И, соответственно, у нас цена немножко отличается. Вот. Но, так же, помимо этого, у нас здесь поставилась УЦД, потому что, скорее всего, у нас, допустим, берется валюта из константа управленческого учета. А она по умолчанию стоит УЦД. Словно, единство. Так. Ну. Зайдем в справочник валюты. Я всегда захожу по стопу. Пока ты справочник находишь, тут спрашивают вопрос, можно ли настроить соответствие служб доставки. Не совсем, как бы, понятен вопрос, потому что на стороне 1С нет понятия служб доставок как таковых. Я правильно понимаю? Ну, вообще, да. И непонятно, с чем строить соответствие. То есть, уточните, как бы, вопрос. Это Максим задавал. Вообще, конечно, можно все сделать. Сделать расширение. Вот. Мало кому надо. Некуда выгружать. Расширение это делать можно. Можно сделать, чтобы кто-то выгружался за какой-то интерфейс. Другой вопрос, надо ли это кому-либо. Может быть, такая кастомная задача для того клиента, которая нужна. Это будет именно кастомная задача. По мне, должно просто выгружаться заказ с увеличенной стоимостью на стоимость доставки. И все. Да. В данном случае у нас выгружается заказ. У него там 2 позиции. Одна позиция товара. А вторая штука – это доставка товара, которая является суммой как раз-таки этой доставки. Там, кстати, есть нюансы, потому что если у нас один заказ, а две отгрузки в каждой доставке, то у нас в заказе будут уже две доставки. Одна на одну цену, другая на другую цену. Ну, это если указывали на сайте такое разделение и указывали цену. Да, да. Так, мы рубли мы взяли. Сюда сейчас мы его подставим. Даже вот так вот. Ну, я сейчас, конечно, снова повторно делать не буду. Хотя, давайте сделаем. Так, здесь сумма 17400. Сейчас посмотрим, какая будет там. Спрашивают, нужно ли в заказах вместо контрагентов огружать партнеров? Вообще, в заказе есть там и контрагенты, и партнеры. У нас в этом случае поддержат две схемы. То есть, в УТшке контрагенты могут быть и могут быть только партнеры. Ну, они будут являться контрагентами. Наш буст поддержит две схемы. Если, как бы, работают только партнеры, то у нас будут постараться только партнеры. А если у нас их работают партнеры и контрагенты, то будут постараться и партнеры, и контрагенты. Так, в данном случае у нас здесь поставили с рубли. Все верно. Как раз клиент это является партнером и контрагент. У нас просто схема стоит, что ведется работа и по клиентам, и по контрагентам. Сейчас давайте проверим, работает ли у нас статус. У нас здесь статус стоит на согласовании, а если поставлен к выполнению, то по идее на сайте он должен поменяться. С принятой отжать оплата, дооплачен, что-то там. Так. Запишем вам. Еще такой момент, доставка заказа только создалась, а у нее не приходит информация по ставке НДС, она пустая. Это возникли проблемы. Сразу дополню, здесь спрашивают, при входе в заказ на сайте загорается желтая лампочка блокировки заказа. Это зачем? Это показывает, если у вас в компании работает несколько менеджеров, это показывает другим менеджерам, что с этим заказом в данный момент работает кто-то из них. И происходили какие-то изменения в этом заказе. Лампочка загорается на определенное время, не очень большое, и тухнет, показывая о том, что заказ как бы освобожден, и можно его использовать, там редактировать или еще что-то делать. Это чтобы другой менеджер в этот момент не перетер заказ и не начал делать еще какие-то изменения, а параллельно в этом заказе кто-то там тоже делает изменения. Соответственно, эту блокировку можно снять, если у вас есть достаточно прав на снятие этой блокировки. И можете, в принципе, заказ редактировать хоть одновременно. Но это просто как индикатор того, что могут быть проблемы. В данном случае вы видите то, что статус у заказа поменялся. Потому что многие не верили, в предыдущий вебинар мы показывали рабин статусом как раз таки, и многие не верят, что статусы все-таки же могут меняться. Потому что очень давно это просили, и это не работает. Там проблема вне недоверия. Очень много людей не осознают, что еще раз нужно это повторить, что в 10-й версии нет обмена статуса. Нет, нет, нет. Там просто мы в 11-й рассказывали, просто думали, люди не верили, что из 1С мог меняться статус буси. И вот они повторите, повторите, там несколько раз пришлось показывать, не верили. Так, мы это сделали. Сейчас несколько моментов. Нужно в доставке заказа поставить ставку NDS, чтобы потом заказами проблем не было. Тут уточнили вопрос по доставкам, по поводу службы доставки. Суть вопроса в том, что клиенты просят, чтобы передавалась не определенная связка конкретной доставки, а чтобы в заказе появилась информация о том, какая служба доставки. Ну, то есть, типа, мы вам передаем информацию, что нужно отгрузить там почтой России. И, может быть, куда-то эту информацию в описании или там, я не знаю, в какой-то комментарий ложить. Вообще, если посмотреть, сейчас я поставлю ставку NDS, у нас процедуру. У заказов есть дополнительные сведения. Я к ним и клонил. И здесь, кстати, есть какая-то информация. Здесь, правда, у нас 16 версии, у нас в заказе такая информация по заказам. То есть, а как бы доставка, это относится к документам отгрузок. Но вот эта штучка не работает разве в документах отгрузок? Ну, должна по ней работать. Ну, посмотрите. Я не смотрел, но по ней должна. Теоретически, мы сейчас, наверное, посмотрим ее, когда будем выгружать реализации, смотреть, как это все работает. Но вообще вся информация по доставке, вообще любая информация из документа может попадать вот в эти вот как бы дополнительные сведения. Эти сведения, насколько я знаю, настраиваются, правильно? Можно какое-то соответствие сделать? Ну, да, в бусе можно построить кучу свойств в заказе. А покажи, на какой страничке настраиваются свойства эти. Сейчас Саша покажет страницу специальную, на которой настраиваются эти свойства. И, в принципе, с бусом можно передать любую информацию, которая есть в рамках вашего интернет-магазина, передать ее в 1С, и она будет сохранена вот в этих вот как бы свойствах. Ну, вообще, сначала добавляется новое свойство. Она как-то называется. Зову ее 1, 2, 3. Делаем ее строковое. Так, свойства мы сделали. А потом в профилях обмена. Итак, мы работаем с физическим лицом, добавляем реквизит. Указываем свойства заказа. Указываем 1, 2, 3. И его как-то называем. Вот у нас появилось свойство, и тогда это свойство, как бы, оно может быть разное. Там его строковое, списочное, или вообще какое-то там предупредительное поле. Тогда это выгрузится свойство заказа именно, ну, и будет там в дополнительных сведениях храниться. Вот. Так. Ну, теперь мы усложним задачу. А, у нас следующий пункт – это выгрузка оффлайн-заказа. Так, ну, давайте делаем оффлайн-заказ. Ну, в данном случае укажем. Так, что, пока что цены нет, на этом уведут типу цену. Укажем ее произвольную. Вот. Создали. Теперь мы сделаем обмен сайта, и, по идее, этот заказ должен попасть на сайт. Причем для него должна создаться и оплата, и отгрузка сразу. Не создалась. А, не создалась у нас потому, потому что у нас не стоит флажок угружать оффлайн-документы. Так, у нас есть только изменения, поэтому нужно заказ этот перепровести. Пока выгрузка идет, спрашивают, подскажите, выгружаются ли несколько дополнительных фотографий из 1С в бус? Более ранее версии 1С можно было выгружать только одну фотографию. Фотографии чего товаров? Вообще товаров, скорее всего. Можно выгружать там 10, 20 товаров. Сейчас я могу сейчас, наверное, показать товаров по ботинкам. Изменили же весь интерфейс. Вот. Есть присоединенные файлы. То есть можно добавить фотографии сколько угодно. Добавляются фотографии, и тогда для товара будут выглядеть все фотографии. Единственный момент в том, что эти картины крутятся только один раз, а потом будет только новый изменен. Потому что у нас был клиент, у которого выгружалась полная выгрузка, у него выгружалась 50 гигабайт информации, с которой 49 гигабайт было только картинки. И 1 гигабайт это были файлы XML запакованы. Поэтому экономия времени только по передаче этой информации была несколько часов. То есть это значительно так ускоряет. Поэтому я противник, если честно, гнать информацию из 1С, по картинкам, по описаниям. Такая информация должна делаться на сайте. Во-первых, легче давать доступ фрилансерам или к тем, кто набирает, вашим контентщикам, которые занимаются набором данных на сайт. Проще работать с ним, удобнее, скажем так, чем из 1С гнать эту информацию. В общем, да. Главное, чтобы в 1С были эти товары с этим идентификатором. Ну, первеначально нужно выгрузку этих товаров произвести, а потом описание можно уже делать на сайте. Да, просто на самом деле, после некоторого работы, что у них есть обработки, которые импортируют все эти картинки сразу в 1С, ну, как бы они на сайте. Поэтому вникает такая штука. Так, у нас сделали обмен, сейчас посмотрим, есть ли у нас заказ. Вот у нас появился заказ. Кстати, отгрузки оплаты у нас не создались. Надо будет спросить у разработчиков, должны ли они создаваться. Потому что, возможно, что и не должны. Потому что это заказ оффлайн, и с ним, в принципе, по идее, по логике, уже с ним работать не должны. Нет, здесь не должны они создаваться, правильно ты говоришь. Потому что, по логике, этот заказ пришел из 1С только для того, чтобы показать внутри личного кабинета на сайте, что такие заказы были сделаны, но движения по ним никакие не показываются. То есть, ну, зачем замусоривать внутри буса лишнюю информацию? Ну, да. Теоретически это можно сделать. Хотя, кстати, давайте сейчас делаем эксперимент. Я не знаю. Сделаем для этого заказа. Сделаем отгрузку именно. Ну, не отгрузку. Как бы отгрузку долго делал. Делаем оплату. Это же, наверное, не проще, наверное, будет делать даже отгрузку. Вот так. Вот так. Вот так. посмотрим смогу ли я создать так смог сейчас создадим и само собой нам придется сейчас в настройках поставить чтобы выгружались плата ну это то поставим что уезжались отгрузки потому что то мы будем показывать как работать здесь очень такой интересный вопрос маратом на завязался клиенты спрашивают типа можно ли сделать заказы внутри буса это я могу отвечать можно ли делать зак заказы внутри буса чтобы не создавалась автоматическая отгрузка и оплата и аргументирует это тем что клиент оплачивает наличными деньгами и создается покошка внутри 1с во первых вы можете прекрасно настроить связку кассы связку оплат внутри 1с и внутри буса соответственно ваша покошка будет создаваться корректно на создание оплаты внутри связки с сайтом это первое второе что если в этот заказ настолько специфичный что клиент после того как его организовал бежит к вам внутрь вашего так сказать магазина и оплачивает там наличными забирает этот заказ то вы в принципе можете удалять эту оплату внутри его заказа внутри сайта если она вам так не нужна то есть все таки ваш кейс немножко специфичный очень редко кто вот работает с сайтами как с оффлайновой какой-то непонятной схемой поэтому либо можно правильно настроить чтобы все хорошо корректно создавалась либо просто удалять лишние документы которые вам не нужны это можно сделать кастомизации сделать автоматическом режиме то есть сделать после создания документа просто чтобы при выборе например наличной оплаты автоматически подвеситься на какой-то обработчик и он будет удалять какой-то документ в автоматическом режиме это достаточно легкая кастомизация любой партнер вам выполнен достаточно за небольшую сумму В данном случае, скорее всего, у нас оплата не выгрузится, потому что вышло сообщение, что не заполнено обязательное поле навинания способа оплаты. Я, если честно, не знаю, какое это поле. Спрошу разработчика. Но вообще мы не предусматривали выгрузку в оффлайне вот этих дополнительных документов. Я понимаю, почему вот эта кнопочка появилась, скажем так. Проблема с заказом? Да. То есть вообще не планировалось, что в оффлайновые заказы что-то будет выгружаться. Может быть, в будущем мы это посмотрим и доделаем? Вообще у нас предусмотрен такой кейс, что у нас выгружается отгрузка без заказа. И тогда у нас на основании отгрузки создается заказ. Такой кейс у нас предусмотрен. Он предусмотрен, но это сделано не для оффлайновых заказов, насколько я понимаю. И для оффлайновых тоже. То есть у нас может быть такая схема, что выгружается только отгрузка, и у нее основание заказа какой-то определенный. И у нас создается отгрузка оффлайн, и создается заказ. И у этого заказа идентификатор будет именно идентификатор основания. Тогда да, тогда возможно, согласен. С оплатами возможно то же самое, но что-то тут какая-то, или тут дополнительную проверку поставили разработчики, то скорее всего у нас при загрузке не поставляется метод оплаты, или там выплатежная система не поставляется, и из-за этого такая шипа, кстати, можно сейчас проверить кучу. Пока ты проверяешь, я отвечу на вопрос Александру, он спрашивает, будет ли работать обмен 1С в облаке, например, с RARUS. Нет, к сожалению, обмен с облачными версиями работать не будет, не будет работать, скажем так, с современной версией нашего продукта, потому что скорее всего облачные сервисы не адаптировали еще свою выгрузку к нашей версии. Со старыми версиями в каком-то упрощенном виде они будут работать, мы, к сожалению, никак не можем повлиять на облачные инфраструктуры, чужие, сторонние, и вы скорее можете, вы как клиента, на них влиять, если вы их используете. То есть мы все-таки рассчитываем, что это оффлайновая коробочка у вас стоит, на которую мы можем влиять, и мы для которой делаем свой модуль. Для облачных инфраструктур мы никак не можем сделать свой модуль, и вы не сможете этот модуль, даже если мы его сделаем, не сможете его туда поставить. Поэтому это вам нужно к ним обращаться и просить их, чтобы они отслеживали наши изменения и своевременно корректировали модуль с современными тенденциями, которые у нас происходят. Нет, вообще у нас были клиенты, которые поднимали это на облачные сервисы. Ты говоришь сейчас о поднятии а-ля коробки внутри облака, это немножко другое. Нет, у некоторых просто по разу, у некоторых арендуют сервер, и это немножко другое, это аренда именно сервера. А есть, которые чисто… Если это именно, правильно говорит Саша, если это аренда сервера просто в облаке, когда поднимается такая же 1С, как коробка, но в облаке, то вы сможете туда установить наш модуль, вернее, либо дать хостеру такого решения, этот модуль, чтобы он его установил, либо сами, если вам дают такой доступ, установили. А я говорю про облачные системы, которые там, например, 1С мой склад, или еще какие-то системы, которые просто являются изначально SaaS облачными сервисами, и вы работаете только с тем, что предоставляют эти сервисы. Ну, чтобы как бы такое уточнение. Саша, молодец, да, спасибо. Так, ну, у нас вообще эксперимент не удался, почему-то… Да, вот как раз человек как раз уточняет, что в RARUS ставили без проблем. Да, если это… у RARUS есть облачный хостинг именно самой 1С, если это именно хостинг просто коробки, как бы самой 1С, то да, без проблем, вы сможете модуль установить. Просто у них кабинеты, знаешь, которые арендуют, тут там даже тупо нельзя зайти в конструктора, чтобы поставить на осмотр. Не, вот такое, к сожалению, да, уже ничего-то не сделано. А если просто представляется там сервер какой-то определенный в облаке, это… там все можно. Единственное, конечно, возникает момент, когда там же стоит сервер на 1С, и бывает то, что сервер стоит на Linux, и тогда могут возникнуть проблемы с кодировкой. И тут нужно смотреть. Просто я знаю то, что некоторые с этим сталкивались, что с ним кодировка, и 1С на сервере не могла определять UTF-8. Такое было. Так. Заказ у нас не… ой, оплата у нас не подтянулась. Это я спрошу разработчиков, в чем дело. Теперь давайте… тоже просили в пятой версии, и, кстати, у нас в пятой версии 5.09 появилась возможность отменять заказы в 1С. Ну, отменить заказы… заказы из 1С, чтобы они потом при попадании в БУС отменялись в БУСы. Вот. Давайте это сделаем. Вообще отменяются все документы, и можно заметить, что пометка на удаление. Если он помечен на удаление, то тогда заказ отмен… ну, тогда вообще документ отменен. Ну, для заказов еще есть другой функционал, а если в табличной части поставлено отменено по причине… у всех… нет, здесь мы… здесь долго… здесь мы пометим на удаление, пометим на удаление, а здесь мы… отменим по причине… такой вот… и сделаем обмен. Смотрим, что у нас на сайте… и поставить флажки, что он отменен. То есть для заказов в 11-й версии это… должно быть у всех товаров в табличной части быть признак «отменен» или помечен на удалении. Если же у вас УТ-10.3 или там конфигурация на основании УТ-10.3, это там УПП, кубекс на автоматизация, или УТП, то тогда там работает или пометка на удаление, или если заказ находится в документе закрытия заказов покупателя. Вот. Тогда он будет отменен. Так. Теперь давайте мы добавим новый заказ в «Буси». Как раз посмотрим это свойство. И, кстати, такой момент. Тоже была ошибка, что когда у нас выгружаются оффлайн-заказы, или вообще просто экспортируются контрагенты, то тогда у нас… То есть попадаются контрагенты, потом мы этого контрагента указываем в заказе и в новом, и контрагент тогда дублировался. Сейчас же мне уверяли разработчики, что поправили этот баг. Давайте посмотрим. У нас как раз таки создался контрагент «Кикинда». Давайте мы его укажем. Тут по статусам заказа, кстати, уточняют. А почему статус заказа не поменялся на «отменен», когда заказ через DNS отменили? Смотрите, в данном случае заказы у нас работают по штуке «отменен», по связке. Я не ставлю, когда он отменен, статус «отменен». Потому что я не знаю, может, там еще делали другой статус для отмены. Я же не могу точно определить, какой статус подставить. И поэтому статус там не меняется, а просто меняется флажок, что он отменен. Ну, то есть нет соответствия просто. Ну, да. И нужно делать дополнительное соответствие, при котором приделалось бы, что если документ отменен, то какой поставлять статус отмены. Так этого нет сейчас. Просто ставится флаг, что он отменен. Так, добавим товар. В этот раз мы... Если у нас будет отгрузка, то нужен товар, который у нас есть. А есть у нас товар... Вот этот вот, допустим. А, и добавим еще другой товар. У нас будет разделение. Вот. У нас есть два товара. Ну, и очень много народа просят это вообще, по ходу, пока ты делаешь. Просят показать именно разделение заказа в рамках... Ну, то, что выгрузится разделенное все в 1С, что будет создано на несколько документов. Так, нужно показать, чтобы заказ разделенный. Да, разделился и по отплате, и по отгрузке. Тут разделились голоса. Просят некоторые показать, что по оплатам разделилось, что создались два документа оплаты, что создались два документа доставки. То есть, вот очень много просмотра. Блин, чего это... Не успеваю, если честно, на вопросик я же отвечать. Поток идет бесконечно. Так, ну вот, создали мы заказ. У нас здесь две позиции. И одна отгрузка. И одна оплата. Сейчас построим на строках обмена. Поставим, что с выгружается. Поставим, что у нас загружается. Так, там у нас все настроено. Так, смотрим, что у нас получилось. Если посмотреть, то у нас создалось три документа. Заказ клиента, эквайринговая операция и реализация товаров и услуг. В данном случае у нас эквайринговая операция создается тогда, когда клиент платит по безналу. Так что, не знаю, реализовали, чтобы там был признак, чтобы нал... Что у нас, как бы, раньше, пятая версия, у нас была возможность выбирать, чтобы документ создается оплата. ПКО или эквайринговая операция. То есть, сейчас же у нас, по идее, в логике стоит, что у нас, как бы, это автоматически должно придется. То есть, если документы у нас делаются безналичными, то тогда эквайринговая. То есть, как бы, должно регулироваться уже на стороне сайта. Ну, скажем так, тяжело определить, какая это операция. То есть, мы не знаем точно, это очень сильно влияет на... Даже с руками человек сам создает. Фактически, если такое делать, это нужно на стороне сайта просто эту пометку вводить. Ну, да. То есть, это просто так не сработает. Да, в данном случае у нас создается, как будто это безналичным. Вот. Вот, у нас целых документов. Доходим ваканс. Вот он создался. Хотя, сумма что-то не проставилась. Ой, это не этот заказ. Вот он. У меня поставилось два товара и доставка заказов. То есть, как бы, сумма везде поставилась. Если даже посмотреть по статусу, видите, появился статус... А, значение поставилось. Свойство такого. Так. Дальше. Зайдем, какие документы он создал, структуру подчиненности. Посмотрим, потому что у меня есть два документа. Эквариинга операции и реализация товаров и услуг. Ну, то есть, это как раз таки тот момент. Не убегай отсюда, вернись, где был. То есть, это как раз такой момент, что мы создали внутри буса заказ и сразу автоматически выгрузилось три документа. Создался фактически документ оплаты, создался документ реализации товаров, это отгрузка. И создался документ самого заказа. И пока дальше не убежали, сразу момент. Очень много людей спрашивает, на какой версии мы это все показываем. Еще раз повторю. Мы показываем всю информацию на бета-версии магазина. Интернет-магазин – это 16-я версия платформы. К сожалению, она доступна пока в бете. Соответственно, если вы заходите в обновление, вы не видите эту версию. Если у вас не включен режим, устанавливают бета-версии. Бета-версии можно устанавливать тем магазинам, у которых достаточно небольшая кастомизация. То есть пока это все-таки нестабильная версия, она не вышла в релизе. Можно ставить тем организациям или тем компаниям, у которых маленькая кастомизация, то есть небольшая, незначительная кастомизация. Не используется очень много модулей партнерских, потому что мы не можем гарантировать работоспособность партнерских модулей с новыми изменениями. Не все партнеры еще обновили модули свои под новую версию. Соответственно, переход на бета-версию – это такой небольшой риск. В принципе, этот риск останется с партнерскими модулями, и когда выйдет стабильная версия, потому что мы не сможем, к сожалению, гарантировать их работоспособность. Но вы можете перейти, если вы используете бета-версии. Для всех, кто не работает с бета-версиями, повторюсь, вы не видите это обновление, вы не сможете это установить. Вам просто нужно будет подождать, пока выйдут стабильные версии. Так, мы посмотрим, что у нас здесь. В данном случае создалась по умолчанию гарантированная операция. Давайте мы эту гарантированную операцию в 1С-ке разобьем. То есть здесь поставим вместо 5-2 тысячи. И, кстати, проведем ее. Потому что, смотрите, у оплат есть статус «оплачен» или «не оплачен». Если документ не проведен, в данном случае для УТ-11, если он проведен, то он становится оплачен. Если не проведен, то он не оплачен. А для УТ-10 и ТС, по-моему, не заменяет, там есть признак «оплачено» или «не оплачено». Если стоит признак «оплачено», значит он оплачен. Вот, давайте дадим еще одну клавицию. Проведем. Так, нам будет 3 тысячи рублей. Так, а это просто запишем, чтобы посмотреть различия. То же самое, заходим в реализацию. Реализация есть... В данном случае у нас тут оконный и вентилятор джипоник. Давайте мы тоже разобьем его на 2. Да, как раз таки все и просили, чтобы мы показали, мы сейчас показали, что просто создались два документа дополнительных, а чтобы еще разбить. Можно разбить как на сайте, так и в одинайске, в принципе. Ну, на сайте мы потом разделим. Это будет следующий кейс. Ты пока разделяешь. Я поотвечаю немножко на вопросы, такие простенькие. Не планируется ли делать обмен через веб-сервисы? Нет, через веб-сервисы мы обмен не планируем делать, потому что настройка веб-сервисов очень сложная настройка. И когда мы делали у тех клиентов, которые делали опрос у клиентов, которые работают с 1С, выяснилось, что менее 1% людей вообще используют веб-сервисы 1Совские из наших клиентов. Поэтому делать обмен через веб-сервисы очень сложно. Он очень сложно настраивается. Так, получилось, теперь мы делаем реализацию шоу. А, еще такой один момент. Когда у нас приходит заказ, то у нас появляется новое свойство, точнее, дополнительный реквизит суммы доставки. Она есть только в отгрузке. Если же вы создаете реализацию, чтобы там была сумма доставки, ну, как бы доставка была включена, то нужно поставить этот реквизит, заполнить. В данном случае у нас в доставке было 500 рублей, поэтому она и поставилась. Можно, так сказать, изменить на 400 рублей, это на сайте она должна измениться. Давай изменим. Ломать не строить. Да, сейчас изменим. И пока ты не убежал отсюда далеко, спрашивают, а если клиент сделал заказ и оплатил его онлайн, как определить в 1С, оплачен ли заказ или нет, если в 1С он все равно не проведен? Насколько же я понимаю, у нас есть галочка, которая проводит документы при выгрузке. Смотрите, в данном случае у нас все зависит от настроек. Здесь в настройках можно определить заказ клиента, как это должно быть проведен, не проведен. Единственный момент, что с оплатой, как вы говорите, все остальное будет оплачено, статус оплачен. В 1С, кстати, он не придется в автоматическом режиме, если действует режим записи документов, протоказаписи. Потому что, как бы, я этот вариант этот знаю, но, не знаю, пока что немножко я побаюсь вводить такую штуку, потому что если документ оплачен, документ оплаты проведен в 1С, это значит, что факт документов, факт получения денег уже есть. А если я буду делать, чтобы он всегда проводился по этой статуске оплаты, то, возможно, что, блин, деньги будут пропадать. Поэтому я не знаю. Если много людей будет просить такую штуку, то тогда при флажке «отплачен» я буду проводить документы оплаты. Саша имеет в виду ту проблему, что когда вы работаете, например, через какой-нибудь сервис, предположим, через Яндекс.Кассу, то деньги поступают не мгновенно. Да, оплата пришла, физический статус внутри магазина оплачен, то есть этот статус, скорее, подтверждает для клиента, что оплата списана с его карточки, например, или с его каких-то других систем оплаты, то денег фактически у вас еще на руках нет. Деньги приходят через сутки, через двое, в зависимости от ваших взаимоотношений с Яндекс.Кассой, насколько они быстро вам отправляют деньги. Это от типа магазина, от типа товаров очень сильно зависит. Поэтому, как бы, да, это спорное решение. Вообще, чтобы это доделать, кастомизация вообще минимальна. То есть, как бы, доделать в 1С одну строчку. Мы можем просто заложить такую возможность вот в таких же настройках и дать возможность тем, кому это необходимо, включать такую вещь. Ну, вообще, если нужно будет кому-нибудь, напишите вообще там на форуме или на сайте идей, и, кстати, посмотрим, если там будут голосовать. Да, даже, кстати, на сайте идей. Напишите идею, мы посмотрим, насколько она будет востребована. И если народ будет за нее достаточно активно голосовать, мы введем такую настройку. В принципе, сделать ее не очень сложно. Причем, шестую версию мы сделали только недавно, и, как бы, мы делали по своим кейсам. Если же есть тоже какие-то кейсы интересные, пишите там, мы рассмотрим, что-то там тоже сделаем. Потому что раньше у нас не было ни разделения, не выгружалось все, ни оплата, ни отгрузки. Поэтому мы можем просто смотреть все возможные кейсы. Поэтому, если у вас что-то интересное, напишите, рассмотрим, есть, что реализуем. Да, у вас, кстати, огромный шанс. Очень часто клиенты жалуются, партнеры жалуются, что на сайте идеи идеи слишком долго реализовываются. Вот это как раз-таки тот момент, когда ваши идеи с высокой долей вероятности очень быстро будут реализовываться, потому что идет как раз разработка и доводка решения до выпуска его в релиз. И, соответственно, все ваши идеи, если будут активно проходить голосования, если клиенты будут говорить о том, что они действительно необходимы, с высокой долей вероятности будут мгновенно появляться в каких-то обновлениях. Поэтому пишите на сайте идеи. Мы чуть позже еще покажем точный адрес этого сайта. Не стесняйтесь, пишите, не ленитесь, и вы появитесь внутри продукта, так скажем, ваше решение, ваше предложение. Так, смотрим. У меня тут одна реализация потерялась. Какая она злая. Так. 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 она не потерялась просто я не дать не добил пока там будешь изменения я тут отвечу на один вопросик дмитрий спрашивает можно ли выгрузить из 1с контрагента так чтобы ему пришло уведомление о регистрации на сайте стандартное приглашение на сайт к сожалению это сделать невозможно невозможно по причине того что очень часто внутри 1с у контрагентов нет никакой информации для такой возможности то есть нет ни email of ничего то есть обычно контрагенты забиты очень достаточно с краткой информации но если даже есть email мы не подразумеваем что будет какая-то рассылка потому что у него нет пароля для входа на сайт но вы в принципе можете попросить партнера это достаточно легко сделать можно установить модуль антона долганина он бесплатный маркетплейсе который рассылает пароль конкретного клиента и к этому модулю можно сделать простенькую кастомизацию которая будет при выгрузке этих объектов при выгрузке этих контрагентов запускать отправку ему вот этого пароля с логином будет генерировать порой с логином и будет отправлять его клиентам сделать это достаточно просто можете обратиться даже к антону самому может немножко подправить свой модуль и добавить такую возможность либо можете попросить кого-то из партнеров чтобы они используя его модуль могли это сделать так на случай вот я сделал две реализации анализация у нас реализован другая предоплате статус от грудных в отгрузках есть доставка буси есть такое понятие как отгружен так вот а что для того чтобы это статус было стояло отгружено на истинно то документ правда реализация должен быть проведена и у него статус должен быть реализован в дальнейшем возможно как бы в утешке есть такой механизм как оформление там доставки там все такое сейчас это никак не реализовано но вообще как бы в один из кисть такой серьезный механизм по сборке доставки товаров часто никак не привязаны если клиенты будут просить и как когда будут доделывать статус для отгрузок это можно будет резать получится как бы очень такой интересный механизм вот так мы сделали сейчас мы посмотрим что еще не все делает для для эксперт эксперимента мы еще здесь поставим доставку 300 рублей так и сделаем обмен так вот видно то что документ менялся у нас полная не так мой по идее у нас у нас появилась две доставки да и разбился то 400 рублей другая на 300 даже можно посмотреть как будто есть и верно и ты оплату там где-то 400 рублей стал изменял нет на 400 рублей пришли доставки ты стала плата куда-то делать я посмотрю что с оплатами ну доставочки пришли это уже хорошо но на доставки пришли оплата с оплатами конечно интересно возможно что возможно не хочет но с оплатами у нас этот раз что-то не произошло надо будет после вебинара посмотреть и но да тут может быть какая-то проблема у нас есть сбои возможны пока все таки это все находится в бета-версии ведется разработка мы активно тестируем новую версию и если что-то не так то обязательно пишите сразу техническую поддержку мы будем достаточно быстро исправлять какие-то сбои поэтому не стесняйтесь пишите сразу о проблемах в техническую поддержку возможность просто что еще на строк можно посмотреть может это настройка что не создавались оплаты оффлайн то что у нас оплата то оффлайновая но не знаю посмотрю разработчиков я спрошу в чем это может быть такая штука ускорено похоже так так этот кейс как бы рассмотрели давай теперь сделаем разделение внутри буса так еще посмотрим вот у нас отгрузки одна доставка разрешена а вторая отгружена причем момент если заказ снова выгрузится то у нас доставки товара будет две одна на 400 рублей другая будет на 300 рублей сейчас у нас одна была на 500 рублей 1 2 строки потому что разные услуги разные доставки то есть товар так как бы хоть и один но там не будет суммироваться просто будет идти к разными строками чтобы было понятно что куда вот теперь давайте сделаем так даже мы в один в бусе сейчас сделаем разделение мы сейчас показали разделение из 1с то есть разделил заказ насколько понимаем в 1с а теперь давай накидаем например там по 5 товаров там пару товаров сделаем разделение хочешь давай я создам заказе к стоящему я сейчас не дай я сейчас делать пока вопроса задавайте муки давай тогда по вопросам поэтому если на стороне 1с произошла отгрузка если возможность запускать отгрузка если возможность запускать обмен заказами и остатками но причем никому не понятно то есть не совсем понятно да роман в чем проблема запускать можно все что хочешь можно ли в статусе заказа писать имя менеджера который работает с этими заказами да у нас внутренне в новой системе появилась возможность указывать менеджера который привязан к заказу возможно ли это выгружать в 1с пока нет но я думаю это нужно пометить мы это пометим спасибо такой момент что туда нужно менеджеров выгружать из 1с не это понятно нужно будет маппинг сделать сохранизационный но также как мы сейчас контрагент связываем контрагент плечо кого-то да вообще где хорошим спорю так мы сделали у нас автоматически создалась конечно одна доставка но как био и оплата сразу это это естественно идем в просмотр или информации сейчас мы удаляете за кальник и не нужно зачем удали лучше до новое создает проще чем учиться удаляло да я не помню до удаля не надо ничего помнить заодно покажешь как работает система так добавим отгрозку количество просто меньше ставь и сразу же второе делается хрисами а цены я хочу все эти понял ты хочешь усложнить какой момент если мы садим отгрузку и количество будет больше чем есть закат это заказе вас количество увеличится потому что получается то что как бы отгружено больше заказ чем заказа с ответственно и заказанным чай что больше как бы такая но проверка так добавим еще одно кстати при добавлении заказа нового на отгрузке нет для добавления новой отгрузки если вы заметили показываются числа, только остатков товара, которые недоотгружены. Соответственно, вы можете не переживать и не нужно смотреть, искать где, сколько товара было отгружено. Система вам сразу подсказывает, что осталось там по три товара отгрузить. То есть по два Александр уже отгрузил. То же самое с доставками с отгрузками. Есть как бы признак отгружено не отгружено, но в 1С этот признак сейчас никак не регулируется. Потому что не знаю, нужно тоже там как из оплаты, оплачивать, не оплачивать. Это нужно будет сделать, но ребята еще в процессе добавления этих статусов, они еще для оплаты тоже там статуса добавят. И потом мы засинхронизируем. Давай оплату тоже разделим. Оплату разделим, да. Дали оплату эту. Давай создадим парочку, например, пополам. Ну или там, как тебе нравится. Ну и пополам, конечно. Ну да, там от фонаря. Что-нибудь разделяем. Не указал. Да, не указал. Как бы удобно стало, конечно, с оплатой, как бы довольно-таки удобно с этим работать. Поначалу, конечно, я очень непривычно. Да, привыкаешь очень быстро. Вот еще, кстати, не привык пользоваться верхним меню, которым можно приклеить. И бегаешь по заказам. Ну, сохраним. Там можно по заказу так быстро не перемещаться. Ну, я знаю. Там нажимаешь, кликаешь, сразу вниз туда. Так, у нас две оплаты, две отгрузки. Все, отлично. Давай выгружать в 1С. Да, сейчас мы выгрузим в 1С. Так, подожди, не убегая с сайта, вот тут как раз пару вопросиков одинаковых. Я забыл про них. Артемий и Дмитрий спрашивают, как посмотреть, был ли заказ разделен. У нас есть вкладочка такая же, как в 1С аналитика заказа. Вот она. В 1С Александр сегодня показывал связанные документы по отгрузке. То же самое вы видите внутри E-boost. Он показывает, что вот заказ. И вот этим желтеньким выделяем, где мы находимся, что мы находимся в самом заказе. У нас есть 2 отгрузки и 2 оплаты. Если вы перемещаетесь в документ от платы, у нас тоже есть такая вкладочка, которая показывает, что вы находитесь теперь… Это отгрузка, оплата? Отгрузка. Что вы находитесь в отгрузке, мне просто по диагонали не видно. Что вы находитесь в отгрузке и что документы тоже вот такая вот связь, вы можете вернуться в заказ. То есть вот такая вот удобная штука. Вы всегда видите, разделен заказ или не разделен, все ли отгружено или нет. Кстати, по отгрузке я не показал. То есть вот здесь наверху можно видеть, что заказа на товарах 5, отгружено пока 0, осталось отгрузить 5. Если часть документов начнет отгружаться, соответственно, будут эти числа изменяться. Такая же вот вкладка, похожая с анализом, есть и в рамках 1С. Саша сегодня показывал. Довольно-таки очень удобно, на самом деле, сделано. Когда я увидел первый раз, вообще, видел сразу что-то знакомое. Меня спрашивали, как это реализовано в 1С. Я ему сказал. Так, обмен произошел. Смотрим. Что у нас получилось? Похоже, что вот этот он. Ну да, смотрите, в данном случае у нас по 5 товаров и 2 доставки заказов. Одна от одной отгрузки, другая от другой. Там одна была 300 рублей, вторая – 1500 рублей. Если посмотреть на структуру подчиненности, то видно, что у нее есть 2 реализации и 2 эквайринги операции. Вот как раз это похожий вид. Единственное, здесь нет информации по движениям, но это похожий вид, такой же, как мы сейчас показывали. Вы тоже можете переходить по документам, вы тоже видите связанные документы с этим заказом. И видно, что заказ разделен. Хотя здесь на самом деле уже нет доставки заказа, но информация по доставке, она сохранилась. Вот здесь находится. Потому что у Т-11, в отличие от 10, выполнение услуг делается другим. Через акт выполнения, в общем, в акте выполнения оказанных услуг. И там выполняется доставка, потому что доставка товара – это услуга. А здесь она хранится просто как информация, чтобы вам было понятнее, не чтобы, если вы делаете оффлайн реализацию, чтобы в бусе было понятно, какая отгрузка, какая стоимость была. Или там нулевая, не нулевая. Ну и вообще, как бы, она так хранится для того, чтобы мне все-таки нужно, когда я выгружаю отгрузки на сайт, мне нужно, как бы, информацию о доставке тоже иметь, чтобы истечет, чтобы бусе знал, какая же доставка. Вот. Ну, наверное, основной момент показали. Есть такой момент, то, что встречаются баги, что иногда бывают задублируются заказы, ой, не заказы, а другие там отгрузки с оплатами. Есть такой кейс, это уже, уже он поправлен, разработчики я вам поговорил, вот, так в некоторых случаях бывает, вот. Это если делать скомбинированное, что если сделали отгрузку в 1С, мы эту отгрузку грузили на сайт, потом с сайта эта отгрузка снова попадает в 1С, когда там вот эти случаи могут быть дублированы. Но это, говорю, что будет поправлено, в ближайшее время выйдет обновление, потому что уже у разработчика этот кейс поправил. По поводу оплаты тоже, как бы, поговорил, и если еще что, оперативно поправим. Ну, я записал сегодня все моменты, которые мы находили, я тебе их скину чуть попозже. Ну, давай немножко поотвечаем на вопросы. В принципе, мы все кейсы подсказали, и будем примерно плавненько завершать вебинар. Так, первый вопрос. Поправили ли изменения, что выгружаются единицы измерения только в единичных вещах или уже можно во множественных? К сожалению, пока также остается, выгружается одна только единица измерения, которую вы можете выбрать, какая будет выгружаться. Но в будущих версиях это, скорее, проблема на стороне буса. У нас не разрешено пока множественные единицы измерения. Мы это немножко позже исправим обязательно, и, соответственно, тогда будет возможность синхронизироваться. Можно ли вообще все настройки делать на сайте, а потом в конце произвести обмен данными с 1С, чтобы не скакать туда-сюда? К сожалению, наверное, такое не получится. А, нет, как бы, чтобы они не могут подтянуться на сайте 1С. Настройки придется, к сожалению, делать и там, и там. Вы должны часть настройок сделать на стороне буса, и часть настройок сделать на стороне 1С. На самом деле настройки на стороне буса минимизированы. Там очень мало настроек, связанных с 1С. Там самая минимальная информация, которая требуется для работы с 1С. Все остальные настройки в основном делаются на стороне 1С. Но это то, что касается обмена именно информацией. Задвоение. Смотрите. Ты вопросик прочитай. То есть клиенты беспокоятся, что при вот этих разделениях будет задвоение документов от платы от грузок. Смотрите, в данном случае, во-первых, если не хотите, чтобы они не попадали, а платы от грузки, можно снять флажок, и они выгружаться не будут. Но если насчет задвоения, что они задвоиваются, то тогда, когда я готовился к вебинару вчера, я словил тоже такую багу, когда они задваивались. Разработчикам я сообщил, что они должны поправить. Проблема была в том, что они ничего не выгружали с сайта. Да, там идентификатор не выгружался. Не идентификатор, а дата документа. Потому что у меня документ искался по номеру и дате. А дата не выгружалась, она была пустая, документ не находился. И поэтому создавался новый. Это должны были поправить. Какие причины отмены проставляются в заказе в бус, если отменять заказ в 1С? Никакие причины не проставляются. У нас причины никакой нет и на стороне буса. У нас причина – это текстовое поле, текстария, в которое вы можете написать любую причину. Соответственно, невозможно засинхронизировать эту информацию. В 1С, насколько я понимаю, отмена никак не регламентируется, нельзя не ввести никакую информацию. Нет, там есть информация, отменено, не отменено. Там и разный статус. Дело в том, что в 1С делается для каждой позиции товара отдельно, а в бусе такого нет. В 1С статус «закрыт» ставится и для отмененных заказов, и для полностью выполненных заказов. Как настроить соответствие со статусами в бусе? В данном случае, если отменен, то нужно отменять, как бы в бусе, а если закрыт, иначе закрыт, нормально все. Вопросов бесконечное множество, а мы уже, если честно, к двум часам приближаемся. Были несколько опросов от клиентов в конце вебинара, немножко завершая вебинар, сказать, какие возможности 1С. К сожалению, возможностей у 1С очень много, связанных с выгрузкой с сайтом. И поэтому, как бы, лучше посмотреть наши вебинары. Мы в каждом вебинаре старались не повторяться и рассказывать что-то новое, что связано с обменом. И просили многие клиенты рассказать какой-то roadmap, который будет происходить, какие ближайшие вещи будут добавлены внутри. И с самого ближайшего это все дело застабилизировать, дать возможность обмениваться статусами до конца. То есть у нас не все статусы сейчас обмениваются с 1С. Мы доделаем статусы, связанные с отгрузкой и с оплатой, скорее всего, когда ребята завершат работу на стороне буса. Ну вот, на ближайших планах, скорее всего, такое. Или что-то еще планировалось у нас? Да, нет, пока это. Ну, пока что есть более серьезные планы там на следующие релизы, но это... Ну, это уже немножко планы следующих релизов. Так, ну давайте переключу я на себя, чтобы... Так, мой скрин пошел транслироваться. Так, отлично. Если вам не сложно во вкладочку questions, куда вы писали вопросы, оцените полезность нашего вебинара. Нам это очень важно. Мы всегда смотрим на оценки и стараемся улучшать наши вебинары, смотрим на ваши рекомендации. Вы можете поставить любое значение от 0 до 10, либо написать какой-то текст, который поможет нам улучшить вебинар. Вот как раз таки клиенты спрашивали, где сайт идеи, как его найти. На экране ссылочка на сайт идей. На этом сайте можно писать ваши идеи. Они будут очень быстро рассматриваться и, скорее всего, внедряться, особенно идеи, связанные с интеграцией, с новой версией, с развитием новой версии. Не стесняйтесь, пишите на этом сайте. Мы будем с Александром читать эту информацию, по возможности отвечать вам на этом сайте, ну и реализовывать ваши идеи. Спасибо всем за внимание. Было очень приятно работать с вами, было приятно отвечать на ваши вопросы. К сожалению, я не смог ответить с Александром на все вопросы, которые вы задавали. Я выбирал либо те вопросы, которых было параллельно от нескольких клиентов, похожие, схожие вопросы. Кому не ответили, извиняемся. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...